Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули недавненько. Я снимала такую рубрику «Пробуем впервые» и она набрала буквально за несколько дней 60 тысяч. Я поняла, что эта тема интересна, что она разбавит мой канал. И решила снять еще одну часть продуктов, которые я никогда не пробовала. К сожалению, в супермаркете, который находится под моим домом, это единственное, что осталось там, что я не пробовала. Дальше уже пора идти в другие, какие-то более крупные супермаркеты и пробовать уже там. И первое самое интересное, что мне интересно самой, что это такое? Потому что кажется, что эта штука пустая. Сейчас откроем и посмотрим. Называется «Тойбокс». Я сначала подумала, что это какая-то конфетка. О! Опля! Здесь какая-то коробка. И я так понимаю, что это жвачка. Давайте жвачку, наконец, оставлю. Посмотрим, что в коробке. А я смотрю, что это очень легкое. И игрушка. Жвачка с игрушкой, которую не надо собирать. Вау! Это такой ангелочек. Как интересно. А нет, это резинка. Это ластик. Надевается на карандаш. И, пожалуйста, такой вот ластик. Вау! Всегда мечтала. Так, двигаемся дальше. Что мы будем дальше пробовать? Даже не знаю. Давайте Озма. Такие палочки. И здесь, вы знаете, так мало, что я была немножко шокирована. Но и стоило это все дело недорого. Всего-навсего вот что есть. Несколько палочек. А хотя пакет огромный. Очень вкусно. Нежнейший просто шоколад. Мне очень нравится. Я не люблю, когда темный шоколад. А когда молочный, вот такой нежный. Это прям самое то. Учитывая, что это стоило всего 20 с чем-то рублей. 50 копеек наших. То я могу поставить смело пятеру. Напиток молочный. Шоколадом от фирмы Ичим. Пробовала от Чуда. Пробовала от Милка. В общем, все плюс-минус одно и то же. Цена разная у всех. Это какой-то середнячок. Сначала делаем вот так. Втыкаем. Ну как-то мне не очень, естественно. Прям чувствуется такая горечь. Прям явная горечь чувствуется. Хотя, может, кому-то нравится. Кто-нибудь видел вот такие чипсы? Я лично вижу в первый раз. Никогда на прилавках не видела. И взяла миниатюрку. То есть была в большой упаковке. Зачем на пробу большая? Подумала я. И взяла маленькие. Были острые. Сначала хотела взять острые. Потом взяла с сыром. Так это не чипсы. Вкус сыра особо я не чувствую. Есть только запах сыра. Наверное, это все-таки не чипсы. Как я предполагала. Ну так себе. Не могу сказать, вау, это так вкусно. Это так классно. То есть это просто будет вранье. Если сравнить вот эту палочку и вот эту, мне больше нравится с шоколадом. Обалденно. Детям самое то. Дал и ребенок побежал. Что дальше? Давайте йогурт. Йогурт у нас от Fruities. Самая низкая жирность. Самый простой вариант взяла. Но, кстати, эти йогурты, они не самые бюджетные. По сравнению со всеми остальными марками. Стоит так. Середнячок. Учитывая, что это самая обычная формула, без всяких прибамбасов. А как пахнет клубникой. Очень вкусно. Такое ощущение, что частички клубники здесь внутри. Вот меня всегда и в детстве, и в подростковом периоде всегда интересовал один вопрос. Обязательно, если вы знаете ответ на этот вопрос, то пишите в комментариях. Вот, например, йогурт с клубникой. Стоит так же, как йогурт, например, с манго. Или с ананасом. Но ананас, он дороже, чем клубничка. Или, например, этот йогурт. Он стоит одинаково и зимой, и летом. Хотя летом, например, сезон клубники. Почему так происходит? И вообще, есть ли в составе на самом деле клубника? Встает такой вопрос. Сейчас клубника стоит 3 копейки. Ладно, мы поняли. А зимой? Зимой продают этот же йогурт по той же самой цене. И с тем же вкусом. Откуда берется клубника? Вот в чем вопрос. Если знаете, то пишите. Такая вот реплика на Барни. Выглядит аппетитненько. И стоит бюджетненько. Пахнет уже как-то не очень. Сколько начинки. Мне кажется, после Барни многие бренды начали таких медвежонков выпускать. Неплохо. Не знаю, конечно, что по составу. Но вкусно. Здесь, в отличие от Барни, очень много начинки. Нормально. Конфетка-сосулька за 50 копеек. Уже сломалась при открытии. Она уже развалилась. Прикиньте, я пыталась ее открыть. Она уже развалилась. Не знаю, может, я рукожопая. Но посмотрите, во что превратилась конфетка. Малейшего просто касания достаточно, чтобы это все сломать. Что-то вроде сосательной конфеты. Ничего особенного. Просто единственная очень хрупкая сосательная конфета. И тут, конечно, немного вранья. Я пробовала такой Милка. Но я его пробовала всего один раз. И на видео. И было это очень давно. Поэтому я не помню. Не помню, какой он. Просто в магазине не было других вариантов. Я решила взять. Это очень вкусно. Это лучшие печенья, которые я когда-либо пробовала. В тиктоке видела девочку. Она взяла вот эти бумажки от Милка. Сделала себе платье. Обклеила одну комнату. Прикиньте, целую комнату обклеила фантиками от Милка. Я была в шоке. Это очень вкусно. Хотя я в 99 случаях не люблю печенье. Но это не печенье. Это просто небесное наслаждение. Вот все, что я попробовала. Самое вкусное это в дете печенья от Милка. Для меня шоколад лучший. Это Милка и Киндер. Еще мне очень нравится Несквик шоколадки тоже. И последнее, что мы будем обозревать и пробовать, это вот такая вот шоколадка от Альпенгольд. Не знаю, откуда она у меня взяла. Она у меня была дома. Кто-то стопудово подарил. У меня парень каждый раз, когда со мной видится, приносит мне шоколадки, несколько штук. Я ему уже последний раз говорю, не надо, оплати мне коммуналку. Шучу. Не коммуналку. Я просто в ТикТоке видео видела, девушка с огромным букетом цветов такая сидит и говорит, вот нахрена мне букетка? Говорит, оплати мне коммуналку. В общем, вот так выглядит шоколадка внутри. Внутри шоколада печенька. Такое ощущение, что внутри песок. Что-то наподобие я пробовала. Мне вообще не понравилось. Классический вариант альпенгольда самый топ. Не надо ничего придумывать. последнее жвачечка. Какая она жесткая. После шоколадки она кажется вообще кислая. жвачка напоминает жвачки из 2007 года. Вот эти love is что-то в районе этого. В общем, мои хорошие, на этом все. Обзорчик закончился. Пишите обязательно ваше мнение в комментариях хотите ли вы и дальше подобные видео. Также не забывайте подписываться. Всех люблю, целую. Пока.